Александр, всем подрознам, в словах вам подятку, занадо не спорили для разминувания. Ваша допомога, это твоё життя пенсивных проектов. Разом пусть добудемо перемогу. Слава Украине! Веруем славу! Вечер добрый! Как ваши дела? Отлично, у вас как? Да у нас хорошо. Я на работе сижу, я специалист по вооружению. По чем? По оружию. По какую оружию? Дистанционно управляемую. Вообще классно! Смотри, какая прелесть. На 8 стволов, а есть на 16. Есть на 16. У вас государственная организация? Нет, я сам по себе участвую. Вот смотри, 16 таких снарядов осколочных у вас, как захерачит, вставляет мозг очень хорошо. Это на что вставляется? Ну, сам ствол на гранатомёт идёт тоже. На гранатомёт идёт тоже. А это для чего? На ПВО или на технику? Нет, я ПВО тоже как бы немножко занимаюсь, но это вообще противопехоты. Оно осколочное, да? Осколочно-фугасный. Осколочно-фугасный? Да. Очень хорошая штука. Очень хорошая штука. Ну, представь себе, 16 вот таких вот. Причём рядом нет человека. Рядом нет человека. Наводится дистанционно по камере. Наводится. Очень классно. Очень классно. А сколько стоит это чудеса? Это не продаётся. Я своим друзьям на фронте бесплатно это делал. А где ваши друзья в фронте? Ну, у нас 400 километров, если так по прямой, 400 километров фронта на Донбассе. Окопы. Взводные, ротные, опорные пункты. Вы до сих пор ваёте, да, на Донбассе? Ну, вот я помогаю нашим. Понятно, молодцом. Никогда не слышали про блок управления минами охота? Нет, не слышали. Нет, не слышали. По геофону работает, чувствует шаги человека, выпускает пять мин. Может, как-нибудь ваши разработки отправьте, мы тоже сделаем. Мы сами воеваем сейчас. Я понял. А почему минирование местности не происходит? Происходит, всё делается. Так а где же? Уже вон на шушу идут. Да, обманывают всё. Обманывают? У нас столько времени, что мы можем даже общаться с вами. Да я думал, что это вы хотите просто наших девушек увидеть. Так как-то перед... Нет, конечно, не всё хотим, но сейчас... Я понял. Уже нечего делать, бараны убежали. Вы думаете? Вы думаете? Знаем. Я понял. Я понял. Ну, вам виднее. Виднее. Понятно. А как у вас успехи есть на фронте? Ну, конечно. Две трети же Донбасса освобождены от оккупации. Молодцы, молодцы. Ну, стараемся. Стараемся. Если это ваша территория, значит, победите. Обязательно. А Крым, как вы думаете, наша? Да, понимаете, мы на политику не занимаемся. Я понял. Может, вопрос у вас интересный есть? Я говорил, если у вас есть эти разработки, можете ли нам помочь как-нибудь? Да у нас, знаете, как-то вот... Знаете, по Крыму я так по истории слышал, что когда царь подарил Крым украинцам... Какой царь? Какой царь? Не знаю. Мы же российскую историю не проходили, просто там по фильмам. Когда царь подарили украинцам, потом оно должно было пройти, если не Украину, а Турцию. Такой разговор я слышал. Но не знаю, это верно или неверно. Или, может, моя информация недостоверная, но как бы по истории России я не шарю. Я понял. Вы что-нибудь слышали о том, что Российская Федерация гарантировала нашу территориальную целостность? Кого? Ну, Украины, конечно же. Конечно же. В законно признанных границах. Знаете, этот момент один. Украинцы и русские не один народ. Конечно же нет. Конечно же нет. Я, когда говорю по-украински, большинство россиян меня не понимают. Ну, это и ваши корни, и все это. Как у вас раньше называлась страна? Московия. Московия. Не у нас. У нас было Киевское княжество. Время Сулеймана, когда была большая Турецкая империя. Так я же говорю. Киевская Русь. Да, Киевская Русь. Это Киевская. У нас же Киевская, а Московия. Это что такое? Это был ЗУС Золотой Орды. Киевская. Киевская. Не Московская. Не Московская. Ну, я же для этого говорю, вы же единый народ были. Мы были единый народ? Мы были единый народ? Ну, если вы все происходили из Киевской Русь. Ваши корни из Киевской Русь. Ну, так это наши, а не ихние. Ладно, я не буду спорить так, как издаю вашу историю. Я понял. Я понял. Вы знаете, мы, когда смотрим, как идут боевые действия, мы понимаем, как важно иметь на вооружении беспилотники ударные, с боеприпасами, с лазерным наведением, как важно бороться против мин, в том числе российских. У нас это уже не актуально. Подождите, а что у вас актуально? Какие системы вооружения актуальны? Ну, наше ПВО уже все это брал в свою руку. Да ну. А какими системами ваше ПВО это сделало? Давайте не говорим о таких системах. Я понял. Так как оно не самодельное, а производное, так что мы не можем говорить, что за системы. Я понял. Но это же, если это российские системы. Россия же официально вам поставляет? Нет, мы же покупаем оружие. Покупаете. Покупаете. Тогда что, какая разница, из России покупаем из Израиля или из Франции? Так я же говорю, это же официальные поставки, это же декларируется. Чего? Ну, это же официальные поставки, это же декларируется. Конечно. Вот Азербайджан, он говорит, что вот турецкий беспилотник, Байрактар ТБ-2. Ударный. Меня зовут Александр Беспалый. Александр Беспалый. А вот система Гарпия израильская. У него столько мертвых. У него столько жертв уже. Он врет все. Я понял. Вы Путину верите? Вы Путину верите? Мы верим в Бога. Какого Путина верим? Ну, слава тебе, Господи, что хоть в Путина не верите. Слава тебе, Господи, что хоть в Путина не верите. Вы в Путина верите? В Путина верите. На кресте Путин, да, наверное? Да давно пора. Да давно пора. Мы христиане, мы верим в Бога. Я понял. Я понял. Хоть кто с кем, с нами Бог. Александр? Да. Да. А как вы думаете, как все это закончится? Каким итогом? Последний вопрос. Сложно сказать. Но я полагаю, что Азербайджан освободит территорию Карабаха. Почему? Потому что на международном уровне никто же не признал независимость Карабаха. И даже сама Армения не признала независимость Карабаха. Конечно, не признала, не признала. Потому что Карабаха – это Армения. Так а почему об этом официально не заявить? Почему об этом официально не заявить? Потому что Карабах – это Армения. Карабах – Армения. Кто из стран признал это? Российская Федерация признала? Признала. Скоро все будут признать. Все. Я понял. Я понял. А сколько ждать еще? Сколько ждать еще? Ну, недельку, да? Недельку, да? Да, хоть сколько. Пока азербайджанцы не закончатся. Я понял. Они превратились, так и закончатся. Сейчас уже бои идут в Золочинский коридор. Как? В Золочинский коридор идут бои. Нету такого дела, Калиб. Сейчас Карабах и стоим. Какой этот Золочинский коридор? Где конкретно вы можете сказать? Хотя бы в каком? Конечно. Нет, конечно. Я понял. Я понял. Уже сейчас будут бои за Красный Базар и Золочин. Красный Базар знаете где? Красный Базар это районе Мартуни. Да. Они даже не проходили этот Джабраиль. Они далеко из Джабраиля. Так Джабраиль же ж взят. Освобожден. А вы сейчас где? А, вы сейчас там. Да. Я понял. Ну давайте пусть пройдет хотя бы несколько дней. И посмотрим тогда. Я полагаю, что когда показывают журналисты, ваши журналисты показывают Лочин и как на заднем фоне идут выстрелы, обстрелы артиллерии. Нет, я никогда не был. Нет, я никогда не был. Смотрите. Единственный раз, когда они только ходили, это только в Мадагисе. Мы освободили полк, они зашли, мы бомбировали и обратно взяли. Кроме Мадагиса нигде они не попали. Я понял. Весь день они умирают. И Алиев дезинфирмирует своего народу, что они выиграли где-то в Гадруде они были. То есть в Гадруде сейчас не азербайджанское знамя стоит. Нет, друг, нет, Александр Беспалый. Я понял. Ну пусть пройдет несколько дней, может увидимся в Чатру Левке. Может быть. Может быть. Короче, пусть у вас все будет хорошо. Я вам желаю тоже, чтобы вы остались живы и не получили ранения на этой войне. Мы еще родить будем детей и гордиться им. Я понял. Нехай счастить. Чего? Ну это я вам по-украински говорю. Нехай счастить. Это что такое? Это пожелание вам счастья. А россияне это воспринимают как совершенно другую фразу. Ну бог с ним. Ну бог с ним. Продолжение следует...